Как евреи-сионисты смогли создать свое государство? Каким образом Израиль смог победить 5 арабских и британскую армии? Были у Израиля свой блокадный город? Действительно ли в Израиле были массовые расстрелы инакомысливающих? Расстреливали в Израиле изменников Родины без суда и средств? Возможно ли пристрелить посланника ООН в центре столицы Израиля и не понести за это никакого наказания? Правда ли, что в Израиле происходило насильственное переселение народов? Вводили ли в Израиле ограничительные пайки, талоны на продукты питания и другие товары? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом фильме «Тайны Израиля» 1948 Сбылась многовековая мечта еврейского народа 14 мая 1948 года за сутки до истечения срока британского мандата в 4 часа дня в Тель-Авивском музее на улице Ротшильд собрались члены Народного учреждительного собрания на историческую церемонию про возглашение государства Израиль Давид Бен-Гурион, глава временного правительства, с огромным волнением зачитал Декларацию независимости На улице около музея ждали тысячи людей Десятки тысяч прольнули к своим радиоприемникам, слушая передачу радиостанции «Коль Исраиль», которая продолжалась около 40 минут На земле Израиля возник еврейский народ Здесь сложился его духовный, религиозный и политический облик Кремел голос Бен-Гуриона Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве Настоящим провозглашаем создание еврейского государства на земле Израиля Государство Израиля Закончив выступление, Бен-Гурион подписал Декларацию независимости За ним ее подписали все остальные члены учредительного собрания Лишь немногие из присутствовавших в том зале обратили внимание, что Бен-Гурион читал текст, набранный на обычной пишущей машинке Была пятница Вот-вот наступал святой для евреев день В шаббат И было принято решение, как можно скорее объявить о создании государства Израиль И типографское издание Декларации независимости еще не было готово До окончания церемонии Бен-Гурион вышел к ожидавшей снаружи огромной толпе, которая встретила его овациями и восторженными криками Во всей стране люди собирались за городом, танцевали и пели в честного рожденного еврейского государства Робин Фишман, старейший из членов еврейского конгресса, прочитал традиционное благословение «Благословен ты Господь Бог наш, позволивший нам дожить до этого дня» В декларации сказано Мы протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем народам И призываем их к сотрудничеству с еврейским народом Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело в развитие стран всего Ближневосточного региона Однако Дружественную руку никто из соседей не пожал И успели смолкнуть звуки торжеств, как зазвучала Рилда Армии пяти арабских государств Египта, Сирии, Транс-Йордании, Ливана и Ирака При активной поддержке израильских арабов Вторблись на территорию страны Чтобы любой ценой противостоять созданию еврейского государства Началась война за независимость В то время, как Бен-Гурион оглашал декларацию независимости Сэр Эрнон Кеннигем выехал из своей резиденции на одном из Иерусалимских холмов И не спеша направился в Хайфу В порту он зашел на борт ожидавшего его крейсера Эврия И отплыл на Кипр Несколько часами ранее в Лондоне Военный министр Александр в коротком выступлении в палате общим Сообщил о том, что земля Израиля больше не входит в британское содружество Эвакуация британских войск завершилась церемонией Вступление израильского флота во владение Хайфским портом 1 июля Давид Бен-Гурион поднял на Хайфской верфи национальный флаг 14 мая также были созданы временные законодательные и исполнительные органы Народный совет Моэсет Хаам Состоявший из 37 представителей большинства партий и организаций Ишува Еврейских жителей От ревизионистов до коммунистов Список партий выглядел следующим образом 10 мандатов было у партии Мапай У предшественницы сегодняшней партии Абуда Левого социалистического толка Председатель партии был Давид Бен-Гурион Первый премьер-министр Израиля 5 мандатов было у партии Мапам У предшественницы сегодняшней партии Мэритс Также Левого социалистического толка 4 мандата было у партии Цеоним Клалиим Которая в будущем войдет в объединенную партию У сегодняшнего Ликуда Капиталистического направления 3 мандата было у партии Мифлага Прогрессивит Которая также в будущем войдет в блок Ликуд Капиталистического направления 3 мандата было у партии Брит-Хацеоним Ревизионисты Которая также в будущем войдет в общий блок Ликуд Капиталистического направления 3 мандата было у партии Гамбезрахи У сегодняшней партии Ацеонют-Хадатит Религиозные сионисты 2 мандата было у партии Апуэль-Хамбезрахи Также предшественницы сегодняшней Ацеонют-Хадатит Религиозные сионисты 2 мандата было у партии Агудат-Исраэль У предшественницы сегодняшней партии Ядута Тура, религиозные евреи европейского происхождения. Один мандат был у партии Пуалей Агудат Исраэль. Также у предшественницы сегодняшней партии Ядута Тура, религиозные европейские евреи. Один мандат был у партии Маки. Это Коммунистическая партия. По своей сути, она провозглашает, что она арабо-еврейская партия. Но на самом деле там всегда есть один еврей, остальные все арабы. Так что, по сути, это арабская партия, где находится один еврей. Также один мандат был у партии Тахдуд Хатаймани, которая в дальнейшем войдет в Ликуд капиталистического направления. Один мандат был у партии Сфарадим Вейдот Хамизрах, которая также в дальнейшем объединится с Ликудом капиталистического направления. Еще один мандат был у партии ВИЦУ, партия женской организации, феминистской. Можно назвать его центральной либеральной партией. Что-то вроде сегодняшней партии Еш-Атид. Также было назначено народное правление Минхелик Аам, будущее временное правительство. Народным советом было утверждено положение о временном правительстве, которое начало свою работу после окончания действия британского мандата. У него из числа членов Народного совета были избраны 13 членов Народного правления, во главе с Давидом Бен-Гурьоном. С провозглашением независимости государство Израиль вскоре получило де-факто признание Соединенных Штатов, за которым не последовали Иран, хотя он проголосовал против плана раздела ООН, Исландия, Никарагуа, Румыния и Уругвай. 15 мая – Гватемала, за ней последовали 17 мая Советский Союз, Чехословакия, Сербия, Польша и т.д. 9 августа прибывает первый посол СССР Павел Иванович Ершов. 12 августа 1948 года прибывает первый посол США Джеймс Гровер Макдоналд. После провозглашения государства, оказывается, что новая страна будет разгромлена в самый миг своего возникновения. В первую ночь существования государства началась война. 15 мая у арабов было 40 танков, 200 бронемашин с пушечным вооружением и 140 орудий. Против одного танка без башни, трех броневиков и пяти пушек у Аганы. Фельдмаршал Монтгомери предсказывал полную победу арабских сил в течение двух недель, то есть к 1 июня 1948 года. ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, находился на начальных стадиях организации и страдал от нехватки оружия и боеприпасов. Силам ЦАХАЛ приходилось сражаться с арабскими армиями, будучи практически безоружными. Египтяне, согласно первоначальному плану, должны были захватить населенные пункты в Негеве, на юге Израиля, продвинуться к Ашкелону, затем к Ашдоду и оттуда достичь Тель-Авива. Армии Сирии, Ивана и Ирака должны были двигаться через Израильскую долину, в сторону Хайфа, на севере Израиля. Но планы планами, а реальность оказалась совершенно иной. Египетским вооруженным силам удалось отрезать Негев от остальной части страны, захватить Ашкелон и поселение Ядмар-Дыхай, продвинуться в направлении Ашдода. Десятки людей убиты во время египетской воздушной атаки на Тель-Авив. Египетскую армию остановила в районе Кибуца-Негба пехотная бригада Гивати. Там прошли очень тяжелые, кровопролитные бои. Одну египетскую колонну бойцы Гивати сумали остановить к западу Атраховата. Что касается сирийцев, планировавших захват Хайфы, то сирийская армия перешла Ярдан. Им удалось начать осаду северных поселений Цемах, Масада и Шаар-Агалан и добраться до ограды Кибуца-Дгания. Один сирийский танк даже прорвался в Кибуцный двор, где его остановила бутылка молотова. Бой за Дганю сыграл решающий урон в ходе войны на севере Израиля, так как после этого сирийцы ни разу не рискнули совершить крупные наступательные действия в направлении центра страны. Вместо этого они сосредоточили свои усилия на удержание оккупированных ими территорий к северу от озера Кенеле. Самые тяжелые сражения шли на Восточном фронте против Транссиорданского легиона. Особенно критическим было положение Иерусалима. Легионерам удалось отрезать Иерусалим от центра страны, захватив старые города Иерусалима. В ходе уличных боев они блокировали гору Скопус. Иерусалим, по сути, оказался в осаде. Дорога, которая вела к городу из западных районов страны, простреливала силами легиона. Бойцам Цахала удавалось доставлять продовольствие и воду жителям Иерусалима в очень ограниченном количестве, ценой больших усилий и потерь. Далеко не все достигали местоназначения. Артиллерия иеруданцев постоянно обстреливала еврейские кварталы. Ожесточенные бои шли на подходах к Иерусалиму, особенно в районе Латруна, где Цахал предпринял многочисленные попытки вытеснить легионеров с позиций, позволявших им контролировать шоссе Тель-Авив и Иерусалим. Эти попытки так и не увенчались успехом, и Сиди Цахала понесли большие потери. Возобновить движение транспорта в Иерусалим удалось лишь проволожить так называемую Бирмскую дорогу, которая вела в Иерусалим из Хульды. Ливанская армия, пройдя через Нижнюю Галилею и Назарет, достигла севера страны. Кольцо постепенно сжималось. На востоке армия Ирака заняла большую часть Иудеи и Самарии. Через две недели после начала войны за независимость стало ясно, что арабские армии потерпели неудачу, не сумев преодолеть необыкновенное упорство бойцов Цаала и жителей еврейских населенных пунктов. 11 июня 1948 года вошло в силу первое соглашение о прекращении огня в ходе войны за независимость. Через месяц после этого Цау впервые с начала войны предпринял наступательные действия против арабских армий. Также происходит непрерывная мобилизация в течение всего дня. Первая открытая мобилизация. До провозглашения государства мобилизация всегда проходила в обстановке секретности. Проходит она в парке Ган-Мейр в Тель-Авиве. От службы в армии освобождены ортодоксальные и замужние девушки. 7 августа начался призыв женщин в армию. Все девушки от 1920 до 1930 годов рождения отныне становятся военнообязанными. 14 мая Красный Крест берет на себя надзор за содержанием военнопленных, а также доставку в Иерусалим женщин, больных и раненых. Еврейская диаспора по всему миру ликует. 14 мая в честь провозглашения государства Израиль евреи Рима прошли под аркой Тита. Триумфальная арка Тита – однопролетная арка, расположенная на древней священной дороге, Вия-Сакра, к юго-востоку от Римского форума. Построена Домициана вскоре после смерти Тита в 81 году н.э. В память о взятии Иерусалима в 70 году н.э. Победители тащат семи свящей, тяжелая золота нора, поэтому на плечи подложены подушечки. Тит – главный триумфатор в колеснице, и он же в виде орла. Считалось, что евреи под аркой ходить не имеют права. 4 июня 1948 года в честь провозглашения государства Израиль проведено торжественное богослужение в московской хоральной синагоге. 15 мая назначен первый генеральный инспектор полиции Израиля Эфискель Саар. 16 мая доктор Хэйм Вейтсман, находящийся в США, назначен президентом Израиля. Об этом ему сообщил по телефону знакомый журналист. Телеграмма от Бен Гурьона пришла на следующий день. 21 мая ООН назначает эмиссаров Совета безопасности ООН в Израиле шведского графа Фалькей Бернадотта. 21 мая учрежден новый род войск, получивший официальное название Военно-воздушные силы Израиля. В день своего рождения им удалось сбить один египетский самолет вблизи Рыховата и подвергнуть барбардировке сирийские войска в районе Цемаха в Иорданской долине. Все самолеты возвратились на свои базы без повреждений. 23 мая генеральный консул США в Иерусалиме и американский офицер связи скончались от ран, нанесенных арабскими снайперами. 24 мая редакционная статья газеты Геральт Рюбон международная версия Нью-Йорк Таймс заявляет, что Соединенные Штаты должны исключить Израиль из числа стран Ближнего Востока от подавших под эмбарго на поставки оружия. 28 мая правительство издает указ о формировании армии обороны Израиля. Все вооруженные силы не примкнувшие к ней объявлены вне закона. Разоружался подпольные группировки командования Эцера. Национальная военная организация сообщает о своем распуске везде, кроме Иерусалима, и слияние с войсками Цагала. Лехи, борцы за свободу Израиля, присоединяются к общевой военной структуре израильских вооруженных сил спустя 24 часа. Израиль Галилей от имени правительства и Минахенбеги над имени Эцера подписали соглашение о вступлении бойцов Эцел в армию обороны Израиля. Из них были сформированы два батальона. 35-й батальон под командованием Илья Укаца в составе бригады Александрони и 57-й батальон под командованием Эйтана Ливни в составе бригады Гивати. Были также бойцы Эцель, которые мобилизовались в армию не в рамках отдельных подразделений. Всего в ЦАЛ вступили около 7 тысяч бойцов национальной военной организации. В Иерусалиме, который не был включен в состав государства Израиль, Эцель продолжал действовать самостоятельно, сотрудничая с Аганой. 21 сентября по приказу Временного правительства отряды Регунт Сваили Уми, Лехи слились с армией обороны Израиля. 9 октября Бен-Гурион сообщил начальнику генерального штаба о том, что решил распустить пальмах. Пальмах – это зерно, из которого вырос ЦАГО. Всего несколько тысяч человек на январь 1948 года. Но именно этот небольшой отряд задал тон и определил облик всей страны. Образ жизни пальмахистов, их песни и юмор стали основой израильского национального характера. 7 ноября Давид Бен-Гурион дает приказ о прекращении деятельности штаба Пальмаха. 28 мая падение еврейского квартала в Иерусалиме. Борьба за еврейский квартал в старом городе в Иерусалиме завершилась через две недели после создания государства. Капитуляции оставшиеся там 1700 евреев. Первый бой, получивший название Семичасового, начался уже в декабре 1947 года. Силы британской армии заняли квартал, чтобы разделить враждующую сторону. Британцы с самого начала рассчитывали свои действия так, чтобы они привели к уходу еврейских жителей из города. В частности, они всеми способами осложняли поставку еврейский квартал продуктов питания и предметов первым необходимостям. Командование Аганы оказалось перед трудной дилеммой. Еврейский квартал не являлся важным стратегическим объектом, но был историческим и национальным центром. Необходимо было решить, следует ли выделять крупные силы, чтобы прорвать блокаду Иерусалима, или же ограничиться удержанием уже достигнутого. Вопрос был решен на следующий день после провозглашения государства, когда арабы начали обстреливать еврейский квартал. После трех дней в боев стало ясно, что квартал без помощи извне не продержится. И тогда подразделением Пальмаха был дан приказ прорваться в город. Бойцы! И вот уже более двух тысяч лет со времен царя Давида евреи не брали штурмом стены старого города. Мужайтесь и дерзайте! С такой речью обратились командиры к бойцам перед сражением. Подразделение сумело овладеть горой Сион, надеясь добраться оттуда до еврейского квартала. Но артиллерийские обстрелы стали еще интенсивнее. И в телеграмме, которые бойцы Пальмаха отправили командованию, говорилось «Нет командиров, нет боевого духа, боеприпасы исчерпаны, если операция будет продолжаться, мы все погибнем». 26 мая атаки арабов усилились. Все жители еврейского квартала собирались в четырех синагогах. Повторные попытки Пальмаха прорваться в квартал через Сионские ворота не имели успеха. Ситуация приобретала критический характер. И тогда два раввина, жители квартала, получили разрешение встретиться с командующими силами арабов и начать переговоры о перемирии для того, чтобы эвакуировать раненых. Но командующий отверг это предложение, требуя только полной капитуляции. Накануне субботы 19 яра жители еврейского квартала капитулировали. 1 июня самолеты израильских ВВС бомбят военные объекты в столице Иордании и Омане, а также в районах Тулькары и Тиры бомбят и Дамаск. 7 июня Министерство обороны США обязывает своих полномоченных представителей в Европе считать еврейское агентство Сахнут официальной организацией ответственной за транспортировку в Израиль перемещенных лиц еврейского происхождения и оказывать им всяческую помощь. 10 июня египетские военные самолеты Спинфайр на бреущем полете бомбили Тель-Авив. Город сильно пострадал. Среди убитых много женщин и детей. Жители Тель-Авива возмущены. Система воздушной тревоги не сработала перед атакой. Люди жаловались мэру города Исраэлю Рокаху, что слышали гул приближающих вражеских самолетов задолго до того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Также в июне израильское наступление на иракские силы в районе Джунина. Сирийцы захватывают кибус Мишрам Хайерден. Колонна египетских войск блокирована в районе Аждода. После 27 дней боев объявлено перемирие. 13 июня министр иностранных дел Мушеша Рейд встретился с посланником ООН графом Бернадотом и выразил протест против нарушения Сирии постановления о прекращении огня. 22 июня войска армии обороны Израиля потопило Альталену. На борту судна Альталена организация Эцель доставила оружие, боеприпасы и 800 добровольцев из Европы. Судно шло из Франции. Социалистическое французское правительство поддерживало Израиль, доставляя оружие. Когда судно бросило якорь возле Кфар Вадиткина, лидеры организации потребовали, чтобы 20% оружия, прибывшего с Антанеллой, было передано ее бойцам. Несмотря на заявление Эцеля о своем вступлении в ряды Цегала, кроме Иерусалимского отделения. Давид Бен-Гурьон категорически отказался выполнять это требование, сочтая его совершенно недопустимым и угрожающим единству нации. Было мнение, что Минахембегин собирается с помощью оружия захватить власть в стране. Он потребовал в ультимативной форме, чтобы все оружие было передано Цегалу. Деревню Кфар Виткин на берегу Шарона, где пришвартовало судно, направили особое военное подразделение. Руководители Эцеля отказались выполнять приказ правительства и решили переместить судно из Кфар Виткина в Тель-Авивский порт, рассчитывая на то, что там им удастся собрать большее число своих сторонников. Однако, когда Альтанелла прибыла к Тель-Авивскому берегу, Бен-Гурьон отдал приказ открывать по ней огонь. Судно сгорело. 13 человек погибло. Около 50 получили ранение. Среди погибших Авраам Ставский, обвиненный в 1933 году в преднамеренном убийстве Хайма Розарова и впоследствии оправданный при повторном рассмотрении дела. Опасности гражданской войны удалось избежать благодаря обращению командира Эйцела Минахема Бегина к своим солдатам с просьбой не открывать ответного огня по еврейским войнам. Командир подразделения потопившего Авталену был никто иной как полковник Исхак Рабин впоследствии главнокомандующий министр обороны и премьер-министр Израиля. 30 июня день рождения израильской разведки. В Тель-Авиве в ничем не примечательном доме номер 85 по улице Бен-Юуда собрались шестеро мужчин в костюмах цвета хаки. Совещание проходило в крохотной комнате на втором этаже. На табличке прибитой к двери значилось служба помощи ветеранам. Заседание проводил подполковник 47-летний Иссер Берри. Он занимал должность начальника Шай Шерут-Ядьот служба информации разведывательного подразделения Хаганы. Берри сообщил что старик так называли Давида Бен-Гуриона предложил распустить Шай и создать три новых ведомства военную разведку Аман Агаф-Модиин которую возглавит сам Берри политическую разведку будущий Моссад по главе с Борисом Гуриэлем и службу внутренней безопасности Шин-Бет Шерут-Бетахон-Клали Шабак или по первым буквам двух слов Шин-Бет руководителем которой назначен начальник Тель-Авивского отдела Шай Иссер Халли В тот же день 30 июня 48 года возле деревни Бейджиз четыре офицера израильских спецслужб Иссер Берри Бениамин Гибли Авраан Кедрон и Давид Корон судили Мейера Тувианского капитана армии обороны Израиля военно-полевым судом признали его виновным в измене и приговорили к смертной казни Тувианский был расстрелян буквально через несколько минут после вынесения приговора ему не дали разрешения не только защищаться и обжаловать приговор но даже написать прощальное письмо жене и премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гурьону с которым он был лично знаком приговор был приведен в исполнение шестью солдатами армейской бригады Харель которым не сообщили кого и за что они расстреливали в июле сорок девятого года Давид Бен-Гурьон лично сообщил вдове Тувианского о его реабилитации и принес ей свои соболезнования мейер Тувианский был похоронен с военными почестями а семья получила пенсию за него как погибшего при исполнении служебного долга Тувианский стал первым из двух человек казненных по приговору суда за всю историю Израиля вторым был Адольф Эхман возглавлявший отдел дестапо отвечавший за окончательное решение еврейского вопроса Эхман был осужден за военные преступления и повешен в рамбле в 1962 году 9 июля начинался 10-дневные бои за освобождение лода и рамбле после прекращения огня которая длилась около месяца боевые действия возобновились по инициативе Цахала они продолжали 10 дней в ходе этих боев в селе Цаала освободили важные районы Лод и Рамбле в результате молниеносной военной атаки известной как операция Дани в честь Дани Маса командовавшего транспортным конвоем Ламет Хей в Гуше Цион освобождены Бейт Набала и Бейт Шемен военное командование осуществлял подполковник Мушедаян будущий начальник генерального штаба министр обороны и иностранных дел Израиль освободили Насрат всю Нижнюю Галилею и больше учат Западной Галилеи в Иерусалиме ситуация оставалась прежней город был по сути разделен между Израилем и Трансиорданским легионом неудачная попытка освобождения старого города Иерусалим на Центральном фронте не прекращаются ожесточенные бои в районе Шаар-Хагай иорданские самолеты бомбят Афулу и окрестные поселения под угрозой Мишмар-Хай-Арден и гора Гильбоа на Египетском фронте Саал отразил атаки египтян к югу от Ашкелона отбиты две атаки египтян на Джипус Кибус-Рухаму бомбили семь раз в течение одного дня один из его защитников погиб но северный Мегев со всеми поселениями оставался отрезан сирийцы продолжали удерживать район плато Хула Израиль совершает воздушные налеты на Каир и Дамаск 18 июля стороны откликнулись на призыв Совета безопасности ООН так вступило в силу второе соглашение о прекращении огня за 9 дней между перемириями арабские армии потеряли в сражениях 5000 человек 27 июля Саул принес присягу верности государству Израиль сегодня бойцы армии обороны присягают на верность государству Израиль командный состав принес присягу еще вчера вечером первым начальником генерального штаба назначен Яаков Дроник солдаты армии обороны Израиля в Тель-Авиве на площади Абиме принесли присягу верности стране Я клянусь и обязуюсь хранить верность государству Израиль его законам и его полномоченным властям безоговорочно и безусловно подчиняясь дисциплине армии обороны Израиля выполнять все приказы и инструкции отдаваемыми полномоченными командирами освещать все свои силы и даже жертвовать жизнью для защиты родины и свободы народа Израиля 28 июля в Тель-Авиве прошел первый военный парад Сагала 30 июня переходным правительством принят закон об оставленных территориях по которому все что осталось от прежних владельцев отходило в собственность государства в августе Израиль объявляет Иерусалим оккупированным Иорданией территорией и назначает там военного губернатора 7 августа Граф Бернадот убеждает Совет Безопасности ООН утвердить право арабских беженцев возвратиться на территорию Израиля Израильское правительство соглашается обсуждать этот вопрос только в рамках будущего мирного соглашения В ходе войны за независимость около 250 тысяч израильских арабов покинули свои дома Они полагали что по окончании войны после уничтожения Израиля они вернутся в свои дома Но жизнь распорядилась иначе Израиль не позволил им вернуться Так возникла проблема арабских беженцев нерешенная по сей день В течение многих лет арабские государства всячески раздували эту проблему используя ее для того чтобы обрушиваться с обвинениями в адрес Израиля на любом международном форуме Но арабское государство по сей день не дало гражданство своим соплеменникам По сути произошел обмен населением В последующие годы из исламских стран Израиль примет около миллиона еврейских беженцев гонимых в этих странах 17 августа первые учения армии обороны Израиля во время официального открытия аэродрома в Икроне в которых приняли участие разные рода войск пехота бригада гевати военно-транспортная и боевая авиация маневры назывались 5708 Таша 29 августа Голда Мэйр назначена представителем Израиля в Москве После провозглашения государства Израиль 14 мая 48 года СССР оказал молодой стране моральную поддержку одним из первых признав ее официально Сталин вовсе не питал пылкого сочувствия к чаяниям еврейского народа СССР во главе со Сталиным любыми способами содействовали распаду Британской империи Сталин знал что у власти в Израиле стоит социалистическое правительство и надеялся на идеологически близкого союзника В первой же неделе существования государства израильтяне получили из социалистической Чехословакии продукцию военных заводов Шкода и транспортных с жизненно необходимым оружием Позднее по приказу Сталина связанные с поставками Чехии будут казнены Советское еврество с восторгом восприняло известие о провозглашении независимости Еврейский антифашистский комитет направляет Хейму Вейцману поздравительную телеграмму Тысячи писем хлынули еврейский комитет с предложением денежной помощи Израилю Многие стремятся отправиться на помощь молодому государству в качестве добровольцев Кажется что все евреи вне зависимости от возраста и социального статуса почувствовали солидарность с далеким молодым Израилем сражавшимся за свое существование Даже вроде бы бесповоротно ассимилированная среда намеклатурного еврейства не осталось равнодушной к осуществлению двухтысячелетней мечты жена маршала Ворошилова Екатерина Давыдовна старая большевичка удивила всех заявив вот теперь и у нас есть родина 3 сентября Голдомейер прибывает в Москву в качестве чрезвычайного посла молодого государства Израиля Солидарность евреев СССР с Израилем достигла апогея во время пребывания в Москве израильского посла Голдомейер Прибытие Голды 25 сентября в Московскую синагогу на праздник Рошашуна Еврейский Новый Год послужило толчком к демонстрации национального единства 20 тысяч человек специально приехавших в Москву со всех концов страны участвовали в торжественном богослужении ставшим по сути празднованием восстановления еврейской государственности знаменитое богослужение в Хоральной синагоге Москвы присутствует Голдомейер Воспоминания ее секретаря Кейдар Выпрышли к синагоге пешком Женщины поднялись наверх Голду посадили в первом ряду на самое почетное место И тут начали входить евреи Они все шли шли и шли Как они заполнили все проходы Старики молодые дети Толпотворение ужасное Море Лис И все смотрели наверх В сторону Голды Мейер В жизни не видела такого Лица евреев Полные страдания Это было ужасно Голдомейер вспоминает Я не могла ни говорить ни улыбнуться ни даже помахать рукой Я сидела неподвижно как каменная как тысячам устремленных на меня взглядов В гостинице все собрались в моей комнате Мы были потрясены Никто не сказал ни слова Просто сидели и молчали Несколько часов Недовый месяц между Израилем и СССР не затянулся Сталин убедился что политика поддержки еврейского государства усиливает рост национального самосознания советских евреев и его иллюзии у превращения Израиля в советский сателлит на Ближнем Востоке рассеялись СССР резко меняет курс Сталин планомерно душит еврейскую культуру 20 ноября 48 года распускается еврейский антифашистский комитет его члены арестованы закрытый его орган газета Энни Кайт издательство Дер Эмес это начало многолетней антисемитской кампании 16 сентября в советском союзе новая волна антисемитизма в Киеве арестованный еврейский поэт Давид Голфштейн он отправил израильскому послу Голдемер телеграмму который призывает к необходимости возрождения еврита в СССР 17 сентября в Израиль вновь прибыл эмиссар Совета Безопасности ИОН граф Фолькебернадот через 6 часов он был убит в Иерусалиме В 17.30 Бернадот направился на встречу с комендантом Иерусалима доктором Долом-Досефом Экскорт из трех машин под флагом ООН следовал от канцеляра и верховного комиссара к центру города В квартале Катамон машину задержали четверо молодых людей в военной форме Один из солдат открыл дверцу и разрядил пассажиров в магазин автомата смертельно ранив графа Бернадота его персональный помощник Андре Саров был убит на месте нелегальная группа именующая себя Отечественный фронт путела на себя ответственность за покушение мотивируя его тем что Бернадот ратовал за раздел земли Израиля и Иерусалима сразу же после событий 17 сентября члены временного правительства выдали ордер на арест 170 членов Лехи розыски не увенчались с успехом именно убийц Бернадота неизвестны и до сих пор 10 октября правительство Соединенных Штатов Америки постепенно склоняется к поддержке проекта присоединения Негива к Израилю члены американской делегации во Франции серьезно озабочены постоянными нарушениями перемирия в Негиве со стороны египтян 15 октября операция ЮАФ освобождение ФРШМ Целью операции было возобновление транспортного сообщения с поселениями отрезанного от остальных частей страны Северного Негива и укрепление израильского контроля над Негивом В тяжелом семичасовом бою было освобождено последнее египетское укрепление прилагировавшее дорогу на Байршеву Израильские войска атаковали Газу Египетский военный корабль Эмир Фарук потоплен на берегах Газа В ходе операции была окружена целиком египетская бригада в районе Фелуджа недалеко от Негбы Египетская армия которая собиралась дойти до Тель-Авива отступила на юг смирившись с тем что Цаал овладел Байршевым Игололон командовавший Южным фронтом заслужил множество похвал за успехи достигнутые его подразделения в боях против египтян Израильское наступление завершилось 22 октября когда в результате вмешательства Совета Безопасности ООН было объявлено очередное прекращение огня 29 октября Операция Хирам Освобождение Верхней Галилеи Операция Хирам была последней и самой крупной операцией на Северном фронте в ходе войны за независимость Ее целью было отбросить силы арабов удерживавших Верхнего Галилея и Час Нижний Галилеи создав таким образом новую линию обороны вдоль северном границе Сигнал к началу операцию был дан после нападения армии спасения Каакуджи на Кибуц Минара Четыре бригады Цагала начали молниеносное наступление Верхней Галилеи В результате длившихся 60 часов ожесточенных боев были освобождены Мирон Гуш Халав Таршиха Исаса Благада Минары Волоснята и дороги Верхней Галилеи вновь открыты для транспорта Израильские понесшая тяжелые потери практически прекратила свое существование Сам Каакуджи в последнюю минуту бежал из района военных действий 16 ноября Совет Безопасности принимает резолюцию о прекращении военных действий призывая евреев и арабов договориться о прочном и долговременном перемирии ООН настаивает чтобы израильтяне покинули Негеп В 1948 году в еврейской диаспоре происходят следующие события 1 декабря из Йемена сообщают что положение местных евреев на грани критического из-за страшной засухи еврейская община голодает после провозглашения независимости Израиля по всей стране прокатилась волна антисемитизма массовое бегство йеменских евреев в Адель Венгрии достигнуто соглашение между правительством и еврейской общиной которой предоставлена свобода от правления религиозных обрядов В Румынии репрессии против членов сионистского движения 1948-1949 годы деятельность которого в Румынии вскоре окончательно прекращается антисемитская и антиизраильская кампания по стране В США в рамках закона о перемещенных лист разрешается въезд 200 тысяч еврейских беженцев В городе Иольтами штат Массачусетс основан университет имени Брандейза первое в Америке высшее учебное заведение существующее на средства евреев и принимающее учащихся независимо от религиозной принадлежности В Нидерландах в 1948-м году принятие Всемирным Советом Церквей в Амстердаме декларации против антисемитизма В октябре 1948-го года во Франции Моррис Бардеш публикует книгу Нюрнберг или земля обетованная книга отрицания Холокоста В этот период в соседних странах В Ливане острый экономический кризис из-за боев на территории соседнего Израиля практически прекратился приток туристов в страну В этом году Ливан посетили только 200 человек вместо 8000 в прошлом 13 декабря парламент Транс-Иордании принял закон об аннексии захваченных арабскими силами территорий Израиля включая Восточный Иерусалим В апреле 1950-го года Иерусалим был официально провозглашен второй столицей государства которое получило название Хашемитское Королевство Иордания 19 декабря отвергнута просьба Израиля о вступлении в ООН Израиль подает официальную заявку на членство в ООН Еврейскому государству не хватает одного голоса Израиль старит членом ООН ровно через год после провозглашения независимости 13 мая 49-го года 22 декабря ЦАЛ начинает операцию Хорев целью которой является изгнание египтян из Негева и окружение сектора газы в ходе операции ЦАЛ вошел на территорию Синая в Абуагейлу 31 декабря США предупредили Израиль что если он не покинет Синай на стороне Египта выступит Великобритания Израильтяне были вынуждены уйти из Синая В 1948 году ушли из жизни выдающиеся израильтяне такие как Йосеф Шауле Лишер иерусалимский общественный деятель бизнесмен создатель района Зихрон Моше в Иерусалиме был членом законодательного собрания во времен британского правления Зевна Татьял Перрель общественный деятель города Цфат бизнесмен скупал землю для расширения Цфата и конечно же герои Израиля солдаты и гражданские героически погибшие в войне за независимость и в терактах всего 6373 человек Не дремлет и преступность 20 сентября вооруженное ограбление в кафе первое в своем роде вооруженное ограбление произошло в Тель-Авиве 3 молодых человека в масках ворвались в кафе где угрожая хозяевами официантам забрали 35 лир значительная сумма по тем временам 25 мая президент США Гарри Трумель и президент Израиля доктор Хайм Вайсман достигли соглашения о предоставлении американского займа Израилю в 100 миллионов долларов в феврале 49 года 5 июля в кафе появились объявления государство Израиль Временное правительство Сообщение номер 42 Надзор за продовольствием Хайфский район Сообщаем общественности что начиная с 4 по 9 июля 48 года будут распределяться яйца 3 турецких яйца в одни руки в соответствии с ведомостью номер 16 по новым талонам Соответственно в этот же период яйца будут распределяться на каждого ребенка до 12 лет 3 яйца Яйца можешь получить каждый потребитель в магазине Там же можно получить сахар за прошлый месяц Государственный контролер Хайфу 17 июля Палестинский фунт переименовал в Лиру Лира объявлена официальной израильской валютой Министр финансов Илья Эльзер Каплан сообщил о выпуске различных банкнот стоимостью до 50 лир 31 июля вводится распределение одежды обуви и текстиля Это необходимая мера ввиду дефицита иностранной валюты в стране 18 августа поступили в оборот первые деньги Израиля лиры Они были без портретов и рисунков Одна сторона на иврите другая на арабской В одной лире было тысячи миль Самой мелкой банкнотой являлась бумажка в 500 миль Самой крупной в 50 лир На обеих сторонах банкноты стояла надпись Англопалестинский банк 16 мая Израиль выпустил свои первые почтовые марки 14 сентября в Иерусалиме начал работать Верховный суд Учерожден Верховный суд Израиля Из семи судей которые войдут в его состав назначены уже пятеро Доктор Мошезмора назначен его председателем 8 октября правительством принята декларация о государственном флаге Израиля Было рассмотрено свыше 170 проектов Первоначальная версия предложенная к утверждению представляла собой флаг состоявший из трех равных вертикальных полос двух глубинных по краям и белой в середине с синей звездой Давида на белой полосе но большинство членов правительства высказалось на две горизонтальных синих полосы напоминающих небо и море 20 октября лидер рецела Менахем Бегин объявил о создании нового политического движения Херут Свобода по названию подпольной газеты движения ревизионистов Бегин обещает что если Херут завоюет доверие общества и победит на ближайших выговорах его правительство не разочарует своих избирателей он не исключает возможности присоединения партии к правящей коалиции возглавляемым Давидом Бен-Гурьоном политическая креда Бегина аннулировать соглашение о разделе территорий ответить решительным наступлением на арабские страны по всем фронтам отказаться от подписания соглашения о сепаратном мире с королем Абдалой и переговоров с лидерами арабских стран пока их правительство не выведет войска из Израиля в одностороннем порядке Бегину пришлось ждать своего звездного часа почти 30 лет только в 1977 году победившему на Переса он достиг своей заветной цели и стал премьер-министром Израиля 25 ноября общественности стали известны дата первых выборов учредительное собрание и количество избирательных бюллетеней которые должны быть отпечатаны всего 427 тысяч бюллетеней началась предвыборная кампания активисты 12 партий ходили по домам с утра до вечера двери в квартире тогда не запирались и через каждый час приходили агитаторы 29 ноября создана объединенная коммунистическая партия Израиля по сути это арабская антисионистская партия с одним представителем евреев чтобы могли бы назваться арабо-израильской партией и в наши дни входит в объединенный арабский блок партии 8 ноября в Израиле проходит первая перепись населения согласно ее результатам в Израиле проживает 718 тысяч евреев и около 70 тысяч представителей других национальностей преимущественно арабы прознаны теудат зауты паспорта 15 мая первой супружеской парой нового государства официально зарегистрировавшись свои отношения стали члены Эйцель Сара и Эйтан Ливни Эйтан Ливни позднее вступил в партию Ликут и был членом Кнессета дочь Эйтана и Сары Цепи Ливни в будущем станет министром иностранных дел Израиля утвержден закон об обязательном образовании для всех граждан в университет и поступило 405 новых абитуриентов всего учатся 1635 студентов 2 июня газета ААРЭС опубликовала манифест группы местных художников Гелады Мейерович Векслер и Зарицкий в котором те призывали к новым взглядам на еврейскую живопись название привело к созданию в Израиле объединения художников Новые Горизонты 9 ноября в Толь-Авиве открылась первая выставка объединения художников Новые Горизонты Художники Новых Горизонтов Шошана Дамари популярная израильская певица выпускает свой первый альбом колоньон 1 августа родилась песня Шуалей Шиншо Лисы Самсона посвященная израильской разведроте входившей в 54-й разведывательный батальон бригады Биват «Время войны записывал хит хит каждого деместра песня Аминь Йом Ябурт» 3 октября филармонический оркестр начал концерт на сезон с дирижером Леонардом Бернстайном композитор с мировым именем Леонард Бернстайн создатель всемирно известной витсайской истории с успехом открывает первый сезон в израильском филармоническом оркестре в качестве солиста и дирижером создан ансамбль Хагиватрон поющие песни с земли Израиля Выходит в свет роман популярного писателя Мардыха Атавива Кеесе Фасаде «Как перва в поле» Также выходит первая книга Натена Альтермана «Хатурна Швии» «Седьмой тур» Премия Асушки на по литературе вручена Мошу Шамиру за роман «Он идет по полям» и «Шарияу Перецу» за исторически-географическую энциклопедию по Израилю Авраам Эвен Шушан выпускает новый словарь 21 августа перед началом представления оперы Таис в Театре Абима оркестр после национального гимна страны исполнил лишь американский представители советского посольства в знак протеста немедленно покинули зал 29 сентября Камерный театр поставил несколько спектаклей в Тель-Авиве по пьесе Моша Шамира «Он шел по полям» в Иерусалиме спектакль «Эдит инспектор» обе постановки прошли с аншлагом «Он шел по полям» «Он шел по полям» в кино смотрят фильм «Эйн Зо Агада» «Это не легенда» фильм о абсорции новых репатриантов из Европы драма режиссера Йосифа Кромгунда Доктор Мириам Шапира мать потерявшая сына на войне создает общественную организацию Яд Лебаним Яд Лебаним организация памяти жертв израильских военных и заботы о семьях погибших в Иерусалиме открывается первый музей холокости Мартеф Хашуа подвал Холокоста В сентябре был из-за журнал Бамахане военном лагере еженедельный журнал армии и обороны Израиля Проводится футбольный матч сборной Израиля и сборной Югославии Также проводятся боксерские бои Тель-Авив не унывал Самым модным местом было кафе Штрох на Алинге Ньюи официантов в Штрохе не было Фронтовикам была положена скидка и кредит считался делом обычным Байцелехи утверждали что их кормят в Штрохе вообще бесплатно 30 октября день рождения компании Эляль К этому дню на который было намечено возвращение первого президента Израиля Хайма Вайсмана в страну и обязательно на израильском самолете был модернизирован обыкновенный транспортный самолет транспортной скандрильи ВВС По совету адвоката Шулака было выбрано название авиакомпании которая осуществляла рейс Эль-Аль к высотам Эмблемой ее выбрали летающий верблюд На хвосте самолета нарисовали цвета национального флага Экипаж переоделись в специальную пошитую к этому дню форму с эмблемами верблюда на головных уборах Преобразили внешний вид самолета и его меблировку Создали даже специальную спальню для президента Командиром рейса был Хилен Бахир с юрдесами Ля-Меламед и Лея-Барабаш Самолет летел из Женевы в Лот а после рейса был снова переоборудован в транспортный самолет Председатель государственного совета Хайм Вайцман и его супруга прибыли в Израиль специальным рейсом авиакомпании Эль-Аль По случаю их прибытия состоялась воинская церемония Вайцман был очень тронут когда встретился с членами правительства на глаза его наворачивались слезы Вайцман принял участие в праздничном заседании в воротовом дневнике в самолете доктор Вайцман написал Огромная честь выпала на Маудолю впервые лететь в израильском самолете в таком красивом и современном компании очень симпатичных людей Хотя о присутствии Вайцмана предварительно не объявляли его ждали тысячи людей 24 ноября аэропорт аэропорт Лода в дальнейшем имени Бенгриона был официально открыт как международный аэропорт только что основанного государства в первый же год после открытия аэропорта через него прошли 40 тысяч пассажиров Также учреждены израильские железные дороги В 1948 году в Израиле были созданы порядка 35 поселений такие как Кфарк-Хабад Кириат-Икрон Бейт-Даган и другие После провозглашения Декларации Независимости первый указ правительства была отмена действия Белой книги 1939 года запрет Британии на приезд евреев Корабли с тысячами репатриантов из временных лагерей созданных на Кипре и Европе стали прибывать в порты Тель-Авива и Хайфу Многие из новых репатриантов сразу же направлялись в боевые подразделения чтобы с оружием в руках отстоять независимость созданного государства 17 мая Ницахон и Меденат Исраэль два последних судна с репатриантами времен мандата прибывали на землю Израиля конец Хаапалы Алиибет действие организации нелегальной Алии в общей сложности за период 45 по 48 годы в рамках Алиибет в страну прибыло около 70 тысяч репатриантов За весь 48 год в Израиль приезжало 108 тысяч новых репатриантов в основном евреи Европы пережившие холокост Добро пожаловать Ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую серию следующий 1949 год в котором вы узнаете правда ли что Израиль воплотил в жизнь идею восточных сказок ковер-самолет неужели даже в Израиле евреев вынуждал жить в лагерях чьи останки приводят в Израиль на перезахоронение спустя десятки лет действительно ли было совершено покушение на первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гурьона ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в следующей серии тайны Израиля 1949 с израиль кем хам 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 ба уцвар муту хах нит хадатит мандит ба хай хай куму мемлак в нем было в Третьих Третьих Третьих, и в Калиеве, и в Украине, и в Калиеве. После того, как ищет народ, в Калиево, он отказал ему эмонии в Калиево, и в Калиеве. Так мы, во дворе, мы, во дворе, во дворе, во дворе, на сегодняшний день, в Калиеве, Брития в Исраиле, и в токов заготовку и историческую стратегию, на лисундах уртат и церкви Томат Мухадот, мы признаем в этом, о лакомат Мединах Яудит в Исраиле, и Мединах Исраиле.